Я вам желаю всем удачи и что в следующих кейс-челленджах вы тоже будете присутствовать, участвовать и убеждать. Победит, как говорится, сильнейший. Кейс-челлендж разработан управлением по персоналу Нижнекамск-Нефтехима с помощью специалистов научно-технологического центра. В этом конкурсе участники могут самостоятельно выбирать задания. Все задачи творческие, с хитринкой, с многоплановой реальностью. У ребят есть возможность конструировать из предложенных ситуаций собственные версии научных, исторических и даже мифологических ситуаций. Чтобы наши студенты, ученики показали себя с разных сторон, мы их приблизили к задачам, стоящим, глобальным задачам, стоящим перед ПАО Нижнекамск-Нефтехим в том числе. Как они видят решение этих задач, оценить их со всех сторон. То есть здесь и знание химии, само собой, но эти задачи, не имея стандартных решений, требуют именно такого технического подхода, где-то и химического. Для каждой группы участников, школьников, учащихся среднепрофессиональных заведений и студентов вузов были разработаны по 10 кейсов. Из них ребята выбирали наиболее понравившиеся. Каждый из участников должен был решить по 5 задач на заочном этапе и обосновать свое решение. Из более чем 50 заявившихся на конкурс школьников и студентов, авторы лучших решений были отобраны для финального очного этапа. Он состоялся в стенах колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Васильевича Лемаева. Прелесть кейса в том, что ответ на него не будет один. Можно подойти с различных сторон и дать множество ответов. Я считаю, что метод кейсов очень популярен, будет в будущем и очень продуктивно себя покажет, так как студенты и учащийся школ открывают в себе новые навыки, учатся новому. Немаловажно и то, что помимо научного аспекта организаторы кейс-челлендж от Нижнекамск-нефтехима ставили перед своим мероприятием задачи содействия развитию лидерского и инновационного потенциала молодежи. Это подразумевало не просто технически правильный ответ, но и его подачу, а также образ мысли. За дача. Многолетние наблюдения за озером, на берегу которого расположилось небольшое поселение, показали, что вода в озере начала ухудшаться. Уменьшилось количество рыбы, жерли раки. Вода цветет. Анастасия Спиридонова из 37-й школы Нижнекамска представила кейс об ухудшении качества воды в озере и, соответственно, возможное решение этой проблемы. Коллективный проект учащихся в гимназии номер 32 тоже касался темы экологии. Ребята порассуждали о том, как можно избавить колодезную воду от неприятных запахов. Марат Галимов из 24-го лицея, ставший в итоге победителем в группе школьников, порадовал жюри и зрителей не по возрасту здравыми рассуждениями, а видах упаковок для пищевых продуктов и наиболее предпочтительные из них с точки зрения безопасности. Цель моего проекта – выявить самую безопасную упаковку для жирных продуктов с точки зрения экологии и таксичности для человека. Представители среднепрофессиональных учебных заведений искали ответ на вопрос, почему тускнеет белая краска на картинах. Угадывали полимер, который полезен на кухне и вреден для птиц. Им оказался тефлон. Решали технически логическую задачу о безопасных работах в колодце при низком уровне кислорода. Победителями в этой категории была признана коллективная работа учащихся КНН, посвященная химическому процессу осмоса. Выступления представителей высших учебных заведений смотрелись, что неудивительно, наиболее зрелыми и осмысленными. Рад сегодня приветствовать мою учительницу по химии. Я закончил 9 классов в 32 гимназии. И рад приветствовать своего преподавателя тоже по химии. Я закончил КНН по специальности технолог переработки пластических массовостомеров. Кроме проекта Ивана Шияна о сравнении старого и нового автомобилей на износ шин и расход топлива, членам жюри по-хорошему удивили два студента НХТИ. Сергей Коломойц поделился харизматичными рассуждениями о пластиках и их отходах, сбрасываемых в мировой океан. Таир Мухаммедчин выбрал, на первый взгляд, трудно разрешимый и замешанный на мифологии кейсы про древние легенды о дьявольском золоте, которое превращалось в руках своих добытчиков в пыль. Я хочу сказать слова благодарности от оргкомитета нашим сотрудникам, работникам научно-технического центра за помощь в организации этого компаса. На самом деле это для нас и было новое, да, Илья Маратовна, мы, честно говоря, никогда этим не занимались, мы обратились к сотрудникам нашим, специалистам высшего уровня. Они не отказали, и поэтому получилось вот такое, вообще-то, даже не хочу сказать, первый блин никому, честно скажу. Призеры конкурса были награждены ценными подарками и дипломами, которые явно украсят их портфолио и окажут положительное воздействие на будущих работодателей. Первым в их списке стоит Нижнекамск-нефтехим. Евгения Галякберова, Олег Лукошин, Роман Мальцев, НМедиа.